Третья тема. Социально-экономическое развитие белорусских земель в 9 середине 13 веков. В 9-13 веках славяне занимались в основном земледельными животноводством. Несмотря на это, прежние занятия, такие как охота, рыболовство и бортничество, также были достаточно распространены. Развитие земледелия прошло путь от модыжного и посечно-огневого до пашиного. Об этих типах земледелия мы говорили с вами в прошлых темах. Стоит заметить, что при пашином земледелии территория обрабатывалась при помощи деревянной сахи с железным сошником, либо ралом с железными наконечниками. Основными зерновыми культурами славян были рожь, проса и пшеница. Совершенствование орудия труда, увеличение количества выращиваемых продукций об условии развития неравенства в родовой общине и привело к ее дроблению на отдельные семьи. Такой общественный строй называется сельской или соседской общиной. У каждой семьи были собственные орудия труда. Общинники проживали в землянках, полуземлянках и избах, которые составляли столбами, по-другому это называется сруб. В углу избы ставили печь-каменку, которая отопилась по-черному, то есть дым выходил прямо в дом, ведь домоходов еще не было. В связи с развитием социального неравенства и разделением общества на бедных и богатых происходило становление феодального общества. Отдельные общинники присваивали себе землю в частную собственность, а крупные знатные князья захватывали крестьянские землевладения. Те князья, у которых было больше всего земель, раздавали их своим дружинникам, чтобы те были лояльны, то есть преданно служили князю. Земельное надело, которое получали за свою службу дружинники, называются феодами. На земле феодала работали крестьяне, которые потеряли свои земли и не имели возможности прокормить свою семью. В обмен на работу на земле феодала крестьяне выполняли в пользу своих господ повинности. Они были разными. Например, феодал мог собирать налоги данью, то есть продуктами питания. Сбор данец подвластного населения назывался по-людьям. Уже к 11 веку практически не осталось свободных крестьян-собственников земли. Все они, так или иначе, вынуждены были отдавать свои земельные наделы сильным военным и хозяйственным отношениям феодалам. Однако далеко не каждый крестьянин был одного и того же достатка. Например, крестьяне, которые стали практическими рабами, назывались холопами. Полусвободные крестьяне, то есть лично свободные, но безземельные, смерды. Закупами были те крестьяне, которые стали зависимыми из-за того, что не смогли выплатить долг или купу. Для дальнейшего существования они заключали с феодалами договор или ряд по определенным обязательствам. В развитии хозяйственной жизни совершенствование орудий труда и увеличение количества продуктовых запасов обусловило необходимость ими обмениваться. Закрепление общественного неразенства привело к необходимости обезопасить жизнь общинников. Для этого возводились новые типы поселений – города. Помимо вышеперечисленных причин, важнейшим фактором развития городов стало отделение ремесла от земледелия. Ремесленники становились не сопровождающей профессией для земледельцев, а отдельным родом деятельности. Они селились там, где находится сырье для создания изделий. Кроме того, место возвышения города выбиралось с целью привлечения как можно большего количества людей. Для этого города строили на возвышенностях, на перекрестных торговых путей, близ рек и озер. Многие города даже получили свои названия от рек – наиболее стабильных географических объектов. Так, Полоцк возник на Полоте, Витебск на Визьбе, Пинск на Пине, Менск на Менке, Друцк на Друте. Полоцк считается древнейшим городом нашей страны. Он впервые упоминается в летописи под 862 годом. Вместе с тем данные археологических раскопок позволяют датировать основание Полоцка V веком. В летописи 10 века упоминается главный город Дреговичей – Туров 980, Изяславль 985 и Витебск. Всего в средневековых письменных источниках называются более 30 городов на территории Беларуси. Город состоял из нескольких частей. Укрепленный валами, рвами и стенами, центр города назывался Детинцем. Поселения горожан или ремесленников, которые возникали возле укрепленного центра, назывались Посадами. Обычно возле Детинца на берегу реки размещался рынок или торг. Жилища простых горожан представляли собой деревянные срубы. Церкви обычно строились из дерева, камня и кирпича. Главная церковь города называлась Собор. Княжеские терема, дворцы, имели несколько этажей. Улицы в городах, они назывались концы, были узкими, около 3 метров в ширину, и расходились в разные стороны от центра города. Повышение значимости ремесла и торговли обусловили рост городов и превращение их в крупные торгово-ремесленные центры. Наиболее распространенными ремеслами были кузнечные, кожеведные, бондарные, прядение ткачества и другие. Торговля в 10-11 веках имела характер обмена. Важную роль играла торговля с иноземцами. Через территорию Беларуси проходил крупнейший торговый водный путь из Варяг в Греки. Он соединял Балтийское и Черное моря через реки Западную Двину и Днепр. Между этими реками в районе Орша и Витебска были налажены сухопутные пути сообщения. Волоки, по которым суда перетягивали от реки до реки по земле, подкладывая под них бревна. В Варяге, пользуясь многочисленными реками, в том числе названными, а также Неманами, Березиной, Щарой, Случу и другими, через Днепр, Черное море, проливы Босфоры и Дарданеллы попадали в Средиземное море и на Балканский полуостров. Из восточнославянских городов в другие страны увозились мех, воск, мед, которые собирались князем в качестве дани. Из стран Западной Европы и Византии доставляли дорогие ткани, стеклянную посуду, грецкие орехи, вино и оливковое масло, перец, лавровый лист, женские украшения, которые шли на обеспечение потребностей князя, крупных феодалов и богатых горожан. Таким образом, в IX-XIII веках на белорусских землях формируются феодальные отношения. К XI веку не остается свободных крестьян-общинников. Среди зависимых крестьян выделяются закупы, рядовичи, смерды и холопы. Землевладельцы собирали с крестьян полюдие, дань продуктами питания. Возникают и развиваются центры торговли ремесла. Города. Первыми городами были Полоск, Туров, Заславль, Витебск и другие.